МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии, громадского здоровья ситуация под постоянным наглядом. На минулом тыдне, колька захворелых протягивала повеличиваться. При этом, что тычется непосредственно гриппы, то зараз на территории в области выявляются вирусы типов А и Б, у тем лику и H1N1, ПДМ-09, так званный свинный грипп. Правда, сами медики ничего незвычайного, як у наявности не бачать. Этот тип грипп замоцывался в организме человека еще в 2009-м и зараз выявляется на протягу всякого года. Наибольшая эффективная мера профилактики – вакцинация. Тому, кто не поспел ее зарабить, раять больше бывать на свежем поветре, постоянно проветривать помешкание и уживать витаминные комплексы. На сегодняшний день у нас, как и ежегодно, в структуре заболеваемости встречаются и ОРВИ, это острые спиратурные вирусные инфекции, и случаи заболевания гриппом. Чисто случаев заболеваний гриппа, их немного на территории области. Мы осуществляем ежедневный мониторинг заболеваемости, ежедневный мониторинг посещаемости детей в школах и смотрим за динамикой заболеваемости. Кроме того, у нас организован мониторинг того, какие вирусы циркулируют среди населения. Нам каждый день из лечебной сети доставляется биологический материал, в основном это носоглоточные смывы, и в лаборатории вирусологической в нашего центра проводятся исследования. На сегодняшний день мы выявляем весь спектр микроорганизмов, начиная от аденовирусов, респираторно-сенциальных вирусов, парагриппа, в том числе грипп А, грипп Б. Адлига, якая пришла у Беларусь после богатых снегопадов, стала причиной початку поводки у особных районах. У Лельшинский районный отдел по надзвучайных ситуациях от ЖХРУ районного центра стали поступать поведомления про подтопление домов. До места для отпамповки талых вод была накирована резервовая техника пожарной аварийно-вортовальной части, а так само уся водоотпамповная техника мясцовой коммунальной господарки. Постание на сегодняшнюю ранницу серьезных пошкоджений у приватных домовладания не зафиксовано. Протягиваем выпуск на Гомишине означали День беларуской навуки, причем по часу расистых асходу не только подвали вынеки работы за оплошний час, а и продемонстровали некоторые распроцовки на практице. Чем могут гонориться айчинные навуковцы, подчекали уся Олег Синтеров. Головное призначение навуки – служить людям. Это слово можно лечить наповедным девизом. По таким все это на Гомишине означается День беларуской навуки. До речи, своим прессийным святом в этот день в нашем регионе лечить больше 3 тысячи человек. У фойе актовой залы Гомишского державного университета имя Франциска Скарыны Менавида тут все лето пройшел урочистый сход. Простовники усих установ, где сегодня займаются науковыми доследованиями, тоже выставы надрукованных работ и практичная демонстрация достигнений. Заразумело, что складанное обсталивание никто не привезе, але некоторые доследования можно провести и в таких умовах. Науково-доследшую лабораторию инновационных технологий развития человека у Гомишеском державном университете открыли усягоня, как идем тому, и примерковали эту падею до Дня беларуской навуки. За помогой компьютерных технологий каждый ожидающий можно вызначить свой эмоциональный стан и сам же принять меры по снятии стрессу. Подчас непосредного рачистого сходу головная увага о почнем навыковым достигнением в Белорусском державном университете транспорта деятельность выполнена на больше 30 заданий по шести державных программах. Гомишеский державный медицинский университет укранил у практики около 40 навыковых распрасовок. Институт лесу прознанный перемостом и в другой раз занесены на дошку гонору Национальной академии наук. У Институте радиобиологии створены новые продукты харчевания с подъемшенной харчевой и биологичной каштовностью. На выражение практичных задач на кированные распрасовки в уголене машинобудования, транспорту и материалознавства. Ибо дай самое главное – у сёга это реальная работа на экономичную и инновационную безпеку Украины. Рано или поздно внедряется всё, вопрос только времени. Если мы посмотрим на статистику, то крупные прорывные, скажем так, изобретения, они внедряются приблизительно, ну, срок их жизни приблизительно 10-15 лет. Если говорить о мелких усовершенствованных технологических процессах или же материалах, то это происходит практически каждый год. Каждые три года мы заканчиваем программу и, естественно, мы отчитываемся за все внедрённые результаты. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания Гомель. У Гомель пройшёл двухдённый республиканский молодёжный форум «Зимний университет клубов ЮНЕСКО». За его амаль 20-годовую историю Гомель принимает удельников с встречи в третий раз. Областным палацитворчостей детей и молодёй собрались инициативные и активные ребята из всех регионов Украины, а так само в соседней Бранской области. Усяго, в селетнем форуме принимали удел около 200 человек. Головная мета – обмен идеями, новыми подыходами удейности клубов ЮНЕСКО, а так само навучание подчас тренингов. Увогуле практичная программа распроцовывалась с уликом пропанов каждой команды. Кто-то проводил тренинг по теме «Молодёжная журналистика», нехто вучил дипломаты. Господари форума у дельники клуба ЮНЕСКО «Дружба» брали тему межкультурной коммуникации. На думку организаторов подобные встречи на початку года добрая максимума суместно вызначить задачи на будущее. Так как вот январь месяц – это переходный месяц от года молодёжи, от года 70-летия ООН ЮНЕСКО, году культуры, то, естественно, программа «Зимний университет» таким образом и поставлена. Ребята будут не только обмениваться опытом, не только весело проводить время, но ещё учиться и учить других. У Гомельским палацем Румянцевых и Паскевича упрацует выстава мастака Романа Заслонова. Беларусь, добро вядомый за межами краины, неодноразово выставлял свои картины в галереях Европы. Зараз экспозицию могут убачить и гомельчане. На открытии выставы побывал наш корреспондент Яугин Пабаловец. Выставы Романа Заслонова у Гомеля проходят у першыню. В экспозиции больше за 40 работ автора. Его творчость нельга однозначно однесті до якого-нибудь одного стылю. Тут и сюрреализм и фантастика, и не романтизм и театр. Сам автор называет свой стыль реалистичным фигуративным живописом. До этого часу работы Романа Заслонова можно было бачить у галереях Парижа, а так само у США, Испании, Германии и Швейцарии. Некоторые из представленных на экспозиции работ ранее николе не выставлялися. Частка з їх знаходзілася у приватных коллекциях по всім свете. У выставы нема вызначенны назвы. Тут представлены лепші работы Мастака за опошні 20 годів. Правда, основну тему экспозиции уявіць сабе можна. Гэта некий фантастичны сусвет, идеальны скрупкіх гляджаня творцы. Мара, в образ, до якого хотелось б імкнуцца. Пример, есть картина, на каторых изображается художник в его мастерской, в которой очень много беспорядка, каких-то разбросанных вещей, но в этом беспорядке есть, в этом хаосе есть свой какой-то космический порядок, который хорош вот этим вот случайным якобы подбором вещей. И для меня это такой вот идеальный образ. Роман Заслонов народился у Минску у творчей семьи. Мать и письменник, батька Мастак, дед Романа, легендарный протезан, герой Советского Союза Константин Заслонов. Будучи Мастак сконшу белорусский Державный Театрально-Мастацкий Институт вучился у Народного Мастака Беларуси Михаила Савицкого. Позднее переехал у Францию, где им гненно завоевал признание. До слова там заслонов проставлялся бе-менавиток белорусского Мастака. В 1997 году отрымал первую премию одного заутаритетных салонов Европы, так званого Восиньского салона, який больше за 100 годов проходит у Парижа. Максима Франции натхнила Романа на часто выкорыстанию в своих работах жанучшего образа. На его полотнах жанучшие персонажи лунают, рухаются, живут неким своим нереальным житем. Образ Мадонны и женщины-матери уже очень много воспет. Хотелось бы такого взгляда на женщину апоэтизированного, немножко идеализированного, конечно, и несущего вот этот посыл, стремление какому-то идеалу. Выстава протягнет свою работу до 28 лютого. Яугин Паблавец, Максим Славин, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомель. Программы телерадиокампании Гомель сёняшнего дня будут выходить и в вечернем эфире телеканала Беларусь-3. Глядите сёння. Туристичный потенциал Ельского района раскрыть корреспонденты программы Тур выходного дня. Про доброчины проекта «От чистого сердца-2» расскажут гости ток-шоу Пушкина-8. И про досягнение и планы чемпиона Европы по плаванию Яугина Цуркина вы доведаетесь с программы «Человек года». Эфир телерадиокампании Гомель на канале Беларусь-3 пошнется у 18.30. Программы нашей телерадиокампании вы можете знайсти и на сайте www.tivergomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова